Сколько горошин необходимо цеплять на волосяную оснастку, чтобы рыбалка была максимально эффективна, чтобы поймать хорошего большого карпа. Друзья, я думал этого не произойдет, но у нас клюнул даже на пять горошин. Вы представляете себе? Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клева. В очередной раз с вами на Днестре. Сегодня 11 июля 2019 года. Мы приехали с ночевкой, то есть у нас суточная будет рыбалка. И не можем пока разложиться, удилища поставить, потому как везде куча мусора. В очередной раз приходится убирать этот мусор. Друзья, смотрите, постратили 10 минут и стало совсем по-другому. Кстати, друзья, хочу вам дать маленький совет. Если вы воспитываете своих детей, то воспитывайте их только личным примером. Это самое эффективное средство. Итак, друзья, тема видео. Сколько горошин необходимо цеплять на волосяную оснастку, чтобы рыбалка была максимально эффективна, чтобы поймать хорошего большого карпа. Согласно теории, конечно, чем больше насадка, тем больше размер рыбы, по идее. Но это нужно проверить практическим путем. То есть сегодня мы очередной раз экспериментируем. И пока мы не начали эксперимент, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал «Всё для клёва». И продолжаем смотреть видео. Итак, друзья, смотрите. У нас на волосяной оснастке будет одна горошина, две горошины, три, четыре. Друзья, сейчас я свяжу оснастку с пятью горошинами. Тут замудренного ничего нет. Это будет просто волосяная оснастка с безузловым узлом. Длина поводка будет 40 см. Так, берем кусок шнура, вяжем петельку обыкновенную, один прямой узел. Обыкновенный узел один, одинарный. Лишнее сразу отрезаем. Есть. Берем наши пять горошин. Да, кстати говоря, наша оснастка будет с кормушкой Потап. Вот такая кормушка 80 и 100 грамм. Вот такие кормушки. Это единственные кормушки, которые самые эффективные на именно для ловли на горох. То есть она получается, у нее хорошая проточность. Горох потихонечку вымывается течением с кормушки и создает такое небольшое кормовое пятно. И если кидать в одну точку, точку, то получается, вы хорошо прикармливаете горохом. А так, если кидать горох просто сверху, то непонятно, куда течение занесет ваш горох. Может соседу, который рядом с вами, а может соседу, который через три-четыре месяца от вас. Поэтому с такой кормушкой самый лучший вариант для прикорма. именно горохом. Ладно, мы отвлеклись, друзья. Итак, берем наш горох, протыкаем его через две половинки, вот так вот. Видите, да? И одеваем. Можно, в принципе, сразу пять штук одеть сюда. Ну, мне, честно говоря, так не нравится. Будем по две. Так. Удеваем, тут закрываем, вытаскиваем. Так, две есть. Берем следующие две. Вариант такой, что нужно через обе половинки гороха, вы поняли? То есть, смотрите, где у них там, где он разделяется, две половинки, и через две половиночки нужно продеть, чтобы он держался на этой волосяной оснастке. Есть. И еще один. Вот они, опять горошин. Теперь берем конец нашего поводка и продеваем в петелечку, ту, которую мы с вами сделали. Намочили и продели. Таешки. Так, здесь нам стопорки не нужны будут. Вот получится вот такой вот вариант. Тут их поправляем на данном этапе. Вот такой вот вариант получился. Естественно, сюда нужен крючочек побольше, потому что, я так понимаю, что для того, чтобы клюнул здесь карп, это должен быть, как минимум, какой-то монстр. Берем анаконду 15103 серия, шестой номер ключок. Он достаточно крепкий, острый и легкий, что мне нравится. Он тоненький. Для такого карпа он будет практически незаметен. И делаем волосиную оснастку. Вот так вот достаточно, чтобы здесь нормально это ходило. Зажимаем и крутим раз в 12. Главное, чтобы витки были один возле одного, аккуратные такие. Вы поняли? Вот так. Достаточно. И продеваем его обратно сюда. Намочили, зажали. Вот, друзья, у нас получилось с одной горошиной, с двумя, с тремя, с четырьмя и пятью горошинами. Посмотрим, какой карп на какую будет клевать. Очень интересный эксперимент. Самому даже интересно узнать, как же будет все-таки эффективнее. Поэтому оставайтесь с нами до конца. Будет интересно. Друзья, я каждый раз в горох добавляю пачку прикормки. Для чего это делаю? Прикормка обволакивает горох. И получается, когда мы прессуем горох в кормушке, то он просто не вымывается из-за того, что он спрессованный. А когда горох обволакивается прикормкой, и прикормка потом вымывается, то эта микроскопическая, скажем так, пленочка вымывается, и он спокойненько-спокойненько выходит из этой кормушки. Но, по крайней мере, я думаю, что это будет не лишним. В данный момент я добавляю фишдрим универсал плюс. Одна из самых сладких прикормок из серии фишдрима. Вот, видите, он обволакивается. Ну, конечно же, это все смоется практически сразу, но это даст возможность гороху приводниться на дно и спокойненько-аккуратненько вымываться. Конечно, можно добавить немножко водички, но там в горохе есть вода, в которой он варился. В принципе, я не думаю, что это будет необходимо. Вариант прикормка намокла в этой воде, в которой он варился горох. И вот с этим вариантом мы отправляем ее в Нестор с одной горошиной. Забрасываем недалеко, друзья. Сейчас ставим на бейтранер и ждем поклевочки. Оснастка очень простая и легкая в изготовлении. Берем нашу кормушку фирмы Потап, которую я говорил по поводу того, что она очень эффективна для ловли горохом, кукурузой, то есть крупными такими насадками. Продеваем ее в нашу леску, основную леску удилища. Берем бусинку вот такую вот. То есть, грубо говоря, эта оснастка вяжется на одной бусине, чтобы вы понимали. Продеваем леску в бусину. Вот она. Вот так на пальчике мы ее оставляем. И так продеваем ее два раза еще. Раз. И два. Вот получилась вот такая петелечка. Видите? Две петелечки. Вот они. Раз, два. Все. И сюда два раза вот так вот мы ее продеваем. Раз. И два. Все. Вот так получилось. Видите? И теперь это все дело затягиваем, но только предварительно нужно что сделать? Правильно. Смочить. Получилось, что бусину эту теперь ни влево, ни вправо отодвинуть нельзя. И теперь делаем маленький отводник для поводка. К нему единственное требование. Он должен быть ниже, чем сама кормушка. Где-то вот тут примерно. Все. Вот здесь делаем петелечку. Петелечку делаем узлом восьмеркой. Вы его все знаете. Но, тем не менее, еще разок. Вот оно. Получилась восьмерочка. Видите? Все. Все. Берем теперь и затягиваем наш узел. Все. Узелочек затянут. Лишнее отрезаем. И сюда мы одеваем методом петля в петлю наш поводок. Все. Набиваем кормушку горохом. И вперед. Друзья, ну конечно, по умам я понимаю, что на такую насадку вряд ли здесь какой-нибудь большой карп. Потому что тут этого карпа, скорее всего, и нет. Но это мои только догадки. Понимаете? То есть, если бы я хотел просто наловить рыбы, я бы на волосяную оснастку нацепил бы одну горошину и ловил бы карпа, карася, плотву и так далее. Но, так как это не самое главное, наловить рыбу, а провести эксперимент, как будет себя вести рыба при одинаковой оснастке, инлайн с кормушкой потап при одинаковом горохе, при этом волосяная оснастка с одной, двумя, тремя, четырьмя и пятью горошинами. Эксперимент начинается, друзья. Смотрим. Ого! Красивая, слушайте! Вот это да! Смотрите, какая большая плотва. Жирная. Ой-ой-ой. Это у нас будет наваристая уха. На одну горошину. Ух ты, зеркальный! Мелочь, конечно, но... Смотрите, какой красавец. Зеркальный. Выпали наши горошины, друзья, но здесь было четыре горошины. Давайте быстренько отпустим этого картика небольшого. Он нам не нужен. Это не наш размер. Наш размер еще впереди. Я уверен, дедушка Днестре его даст по-любому. Друзья, и вы отпускаете маленькую рыбу, пожалуйста. Дедушка Днестр просил меня вам передать. Так, это у нас что получается? Третья, да? Три горошины. Три, четыре, пять. Да, друзья, на три горошины. Крым, ну, еще один карпик. У-ху! Слушай, если так пойдет, я не знаю. Видео будет длиной целый час. Вы готовы смотреть, друзья? Наконец-то дедушка Днестр начинает быть щедрым. Какой-то лошадьственный. Хорошенький. Этого тоже, друзья, мы отпустим. Не могу я такого мелкого брать, поэтому хай гуляет. А у нас там поклевка. О! Каросина! Этого точно мы оставим на нашу уху. Видите? Красавец какой. Орел! Друзья, наоснастку с одной горошиной клюет практически постоянно. То есть, если вы поставите там три-четыре удилища с одной горошиной, вы просто не будете успевать их вытаскивать. Ах! Еще одна таранюшка. Друзья, я думал этого не произойдет. Но у нас клюнул даже на пять горошин. Вы представляете себе? Куда-то он пошел к соседу справа вниз по течению. Надо будет его вернуть. Оооооооо! Красавец! Гу-ху-хУ-хУ-хУ-хУ! опа вы поняли друзья все-таки подтверждается идея о том что чем крупнее насадка тем крупнее карта то есть если мы на дно горошину ловим тарань карася то пожалуйста вот такое душечка хорошая даже наверное не душечка прямо в нижнюю губу зашел кучок шестерочка анаконда вот он красавец то что надо этого все-таки уже оставим пока вдруг там будет вообще кабаны здоровые тогда его отпустим да динушка днестр он вреда друзья маленький секрет для тех кто не знает как правильно держать карпа он очень скользкий вы знаете да поэтому это или палец нужно поставить в рот вот и тогда можно нормально его держать вот так вот никуда он уже не денется можно его вниз превращать уже теперь вверх то есть теперь у вас уже есть точка опоры вы поняли да и он уже никуда не денется карасина видите две осталось а было три мощный мощный карасик да вы видите даже карась клюет на три горошины взять вершиной маленький карпик но на 4 горошины друзья что вы понимали потом немедленно его будем отпускать но смотрите у него что во рту вы видите посмотрите вы видите 4 горошины вот он наш красавец выходит красавец какой да вам нравится мне тоже он там нас клюет опять бегом 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 беги форест друзья очередной карпик на 2 горошины посмотрим на того красавца маленький за нижнюю губу маленький крючочек друзья эти три часа рыбалки конечно были очень плодотворными я уже честно говоря думал может надо убирать хотя бы одно удилища потому что ну тупо не успевали не успевали то то удилища то это удилища то третье то четвертое вообще у нас была даже ситуация что одно удилища всего стояла клев конечно серьезный сегодня повезло нам сегодня с клевом и сейчас прошло этих три часа рыбалки и затишье понимаете то есть ощущение такое что рыба как-то отошла отошла может сейчас будет какой-то вечерний клев кто его знает и пока есть возможность вот мы почистили наших три карася 4 тараньки вот сейчас картошечку дочистим картошечку пополам морковочку морковку уже можно забрасывать и лучок уже можно забрасывать в нашу уху пойдемте забросим картошку будем забрасывать последнюю очередь вот рыбка уже закипает друзья на нашем сайте клево .com.ru появились две модели костюмов от комаров этот костюм со штанами получается такой от мушек и комаров защита от западно-нильского вируса даже а это просто как рубашка одевается то есть как бы варианты для того чтобы нас не загрыли комары есть так вот ну такой вариант как вам пойдет значит одной карпик ки ложка или до ки ложки за нижнюю губу две горошины красавица беги друзья на две горошины вот такая тарань красивая посмотрите на нее ну просто красавица одна горошина куда-то упала вот вторая осталась друзья на второе у нас шпикачки вкуснятина во что друзья наступает прекрасный вечер на рыбалке у нас уха готова такая красивая мы попробуем бомба вторая часть ужина-обеда шпикачки с помидорами приятного аппетита органа оба да и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, еще один маленький совет от YouTube-канала «Всё для клёвых» Пользуйтесь гигиеническими салфетками влажными Это поможет вам обеззаражить руки Для того, чтобы можно было покушать просто И даже вытереть ту утварь, которую вы с собой берете на рыбалку для приготовления пищи И пожалуйста, друзья, забирайте их с собой Не выкидывайте их здесь на природе На четыре горошины Красавчик, видите? Друзья, столько чайник закипел Хотели сделать утренний кофе Тут такая хорошая, яркая послевка была Уху! 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 Друзья, а утренний карпик, ух, как вам, такой, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, как предполагалось на оснастку с одной горошиной И с двумя клюет больше всего Ну, в основном клюет мелкий карпик, карась, тарань То есть, но зато часто на оснастку с одной и двумя горошиной Что, идем выпускать? Айди туда, туда плыви Друзья, еще один карась на три горошина Вы видите, как красавица Друзья, мелких карасиков тоже старайтесь отпускать Друзья, мелких карасиков Добавляем то, чтобы вы было разочаровignon Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем то, что я не знаю, почему бы это не знаю Добавляем то, что там есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, очередная поклевочка На две горошины Хочу сказать, что хорошо работает кормушка Это потап с горохом Главное вовремя меняйте их крючки Вот такой карпик, друзья Одной горошины уже нет Сейчас мы его выпустим Нашего карпика Идем Пошел Ну вот, друзья, чтобы вы понимали Такие караси у нас клюют на Днестре На двойную горошину Ну видите Какие красавцы Так, а вот клюв у нас Удилища с огневой горошиной Тоже мелкий карпик, друзья Друзья, очередная поклевка карпа На две горошины Вы поняли, да? В принципе Ну, может быть, еще рано делать выводы Но тем не менее Две горошины работают лучше всех Смотрите Очередной разы... Ой, друзья, отпускаем нашего карпика Это можно на сегодня Уже больше 20 карпиков отпустили Чтобы вы понимали Наша дедушка Днестре, думаю, будет не выбить Если мы штучки 3 заберем Масло Вот такой карпик Друзья Отпускаем? Друзья 2 ые Друзья Вдя Ну карасей, короче, мы забираем. Вот таких 4 картика взяли себе. Ну что, друзья, подведем итоги нашей рыбалки, нашего эксперимента, который мы ловили на одну, две, три, четыре и пять горошин. Ставили с волосыной оснасткой. Я хочу сказать, что этот эксперимент даже для меня стал неожиданностью. Обычно я ловил на волосяную оснастку с одной горошиной, но я смотрю, что с двумя горошинами клюет не хуже. В принципе, даже так же. И получается крупнее карась. Если вы ловите карася, и карп попадается. В принципе, результат нашего эксперимента был прогнозуемый. И то, что мы прогнозировали, то и в принципе случилось. То есть практика подтвердила теорию, что чем меньше насадка, тем чаще будут поклевки. Но при этом, если вы приехали с целью поймать большого карпа, то не парьте, ставьте четыре кукурузы, вернее, четыре горошины на волосную оснастку и ловите. И будет у вас хороший трофейный карп. Если вы приехали ловить подлещика, леща, карася большого, тогда, да, нужно ставить на вас оснастку одну горошину или две, и будете нормально ловить. Но в принципе, мне понравилось то, что на две горошины. И для меня это тоже было неожиданностью, что клюет так же, не хуже, чем на одну. То есть есть смысл ставить две горошины. А на оснастку с пятью горошинами была у нас вчера только одна поклевка, и все. И на нее был один хороший трофейный карп. Ну, как трофейный. Ну, по нынешним меркам это уже считается как бы нормальной карпой. На 4,3 тоже клевали карпы. Но были и большого размера, и мелкие. На оснастку с двумя и с одной горошиной были мелкие карпы, которые вы видели, мы все практически отпустили. Друзья, надеюсь, видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клево. И хочу на прощание сказать вам еще несколько слов. Первое. Убирайте, пожалуйста, с собой мусорку. Не мусорьте. Собирайте, берите с собой на рыбалку большие пакеты для мусора, специально для мусора. И забирайте свой мусор. Ну, природа наша, ну, мы ее должны сохранить. Не только для себя, но и для своих потомков. Правильно? И второе. Маленьких карпов выпускайте. Вот, боженька и дедушка Тнестр, он вам воздаст. Понимаете? Вот как вы только выпускаете маленького карпа, обязательно вам придет большой. Не забирайте маленьких. Дайте им вырасти. Договорились? Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать наше видео. Всем удачи, всего хорошего. Пока.